Миражи времени. На Урале появился город Кризов. Дома с окнами, но город мёртвый. Живого никого и ничего не увидели. Сквозь кроличью нору. Как попасть в иную вселенную? Возьмите источник сильного гравитационного поля. У себя в мастерской, в кладовке. Звёздные врата. Кто приходил к индейцам из другого измерения? Они гуманоиды, но у них параметры насекомых. Письма в прошлом. Как лазер может прожечь время? Мы пока не интересуемся отправкой людей или предметов. Эпоха свершений. Что изобретут в 35 веке? И машина конвертирует твои мысли в реальный куриный сэндвич. Стоп-авария. Как растянуть мгновение при опасности? Меня подключили к конфронтсполю. В полдень 24 ноября 2013 года в кабинете библиотекаря Фариды Айдбаевой, жительницы башкирского села Старосубхангулова, неожиданно раздался звонок. Это был её знакомый, даригат Ямалов. Мужчина сообщил, что в эту самую минуту на фоне Уральских гор вдоль трассы наблюдает необычное явление, возникший буквально неоткуда таинственный город-бризерок. По дороге стали идти, увидели город. Город, состоящий из нескольких домов, высотных домов, 5, 9, 12 этажных. Примерно предположительно вот так. Мы этажей, конечно, не считали. Дома с окнами, но город мёртвый. То есть со всеми улицами, ну там живого никого и ничего не увидели. Чётко видим аэродром. На этом аэродроме видим самолёт кукурузный. Видели, как передвигался поезд. Не увидели, как поезд останавливался. Мы стали очевидцами этого происхождения. Не понимали, что вообще происходит. Очевидцев на месте становилось всё больше. По их словам, призрачный город не просто стоял, а передвигался. Линия гор расплылась и тоже плавно меняла форму. Погода была ясной, поэтому пустынные улицы и храмы таинственного города были видны, как на ладони. Изменился также цвет неба. Оно окрасилось в сине-зелёный цвет. Вот когда к городу подъезжаешь какому-нибудь, современному городу, и вот издалека виден вот этот город. И у нас видение вот тоже такое же было. Настоящий город с улицами, с проспектами, с многоэтажными домами. Но просто нам показалось, что этот город не живой, не жилой какой-то. Потому что никакого движения там не было. Прошло два часа, прежде чем мираж исчез. Город просто растворился в воздухе. Но за это время очевидцы успели сделать несколько десятков фотографий. Эти снимки и видеозаписи послужили доказательством уникального феномена. Вот как выглядел этот странный город-призрак. Что же произошло в этой малонаселённой заповедной части Уральских гор? Всех присутствующих лиц, которые здесь именно принимали участие, пригласили на прямой эфир на башкирской спутнике телевидения. Там несколько человек участвовали, один из них физик. Мне понравились его слова. Он сказал, что это, скорее всего, параллельный мир. Скоро мы начнём общаться с этим параллельным миром. И, возможно, в ближайшем будущем мы и начнём там жить. Эксперты сходятся во мнении, что в Башкирии случился хрономираж. Отражение реального города, который на этом месте построят в будущем, или который уже существует в параллельном мире. Башкирский хрономираж стал самым интригующим аномальным явлением за последние годы. Во-первых, такое массовое наблюдение случается крайне редко. Во-вторых, его удалось зафиксировать на камеру. В-третьих, загадочные события там продолжаются. Приехал ещё раз посмотреть на наши Уральские горы. И тут уже вот от этих гор, левее, чуть на километр, я вижу, как будто там перед скалой сидят, перед костром. Как таково я людей не вижу. Ну, вижу, что дым, дым поднимается на уровень скалы. Скала красного такого света, красноватого света. Дым поднимается на уровень скалы, и дальше никуда не расходится. Как возникает хрономиражи? Что все это значит? Почему именно в этом месте люди увидели странный город? За ответами на эти вопросы мы отправляемся вглубь Уральских городов. Наша экспедиция попытается исследовать аномальную зону изнутри. Но что ждёт нас там? В этом Шульгантаже имеются ворота в параллельный мир. Там можно попасть в параллельный мир. Это уже чувствительные люди, как бы, и видят, может, его. Капова пещера в заповеднике Шульгантаж – одна из крупнейших на Южном Урале. Её название переводится как «Исчезнувшая гора». По рассказам местных жителей, здесь часто видят существ из прошлого, память о которых сохранилась в местных легендах. Мы находимся в гроте Портал. Это первый грот пещеры, который видят посетители, когда сюда заходят. Назван он так за счёт вот этой высокой архи, которая напоминает архитектурную форму Портал. Высота этого входа больше 30 метров. Собственно, это древний провал на слое массива, который вскрыл эту полость. Здесь действительно очень красиво и странно. Вода в озере Шульган, что слева от входа в Портал, в течение дня меняет свой цвет от голубого до тёмно-зелёного. Именно здесь фиксируют необъяснимые случаи спонтанного перемещения в пространстве или искривления в рим. Как правило, это происходит или в туман, или ночью. Оказывается, первые люди обожествляли это место ещё тысячи лет назад. Пещеры интересны больше рисунками, наскальными рисунками, с самой ранней палеолитической живописью. Таких пещер во всем мире всего лишь три. Это в Испании, во Франции и у нас в заповеднике. До середины 20 века о Каповой пещере мало кто знал. Она привлекла к себе внимание после того, как в 1959 году зоолог Александр Рюмин открыл древние настенные рисунки, выполненные красной охрой. Но что самое удивительное, на стенах пещеры, в зале рисунков, куда можно подняться лишь по крутой лестнице, нет следов копоти. Как же освещали это место древние художники? Здесь нарисовано 12 изображений, в основном это животные, то есть лошадь, мамонт, носорог, сложный трапециевидный знак на первом этаже, тоже такие встречаются. Те рисунки выполнены человеком верхнего палеолита, то есть примерно 17-16 тысяч лет назад. Рисунки древнего человека напрямую связаны с легендами древних башкир. И озеро Шульган играет в каждой истории важную роль. Поразительно, но в эпосе Акбузат сказано так. Когда водяной падишах начал проигрывать битву, он отыскал бездонный омут и нырнул в озеро. Дна у озера нет. Интересно, откуда древние башкиры знали, что озеро Шульган сообщается с другим озером с помощью подземного сифона? По сути, у него действительно нет дна. Или же здесь случилось нечто, чему у науки еще нет объяснений? По эпосу говорится о том, что из этого озера вышел Акбузат с табуном коней. Акбузат предупредил Урала, что нельзя ни в коем случае, ни при каком шуме оборачиваться назад и смотреть. Но получается так, что Урал не выдержал от любопытства, обернулся, посмотрел, и весь табун, который был, выходил из озера, он обратно ушел в озеро. И остался только один конь Акбузат. Побывавшие здесь исследователи утверждают, что в пещере до сих пор обитает дух Урал-Батыра в облике огромного всадника на крылатом коне Акбузат. Есть люди, которые его видели. Есть люди, которые слышали топот коня. Есть люди, которые видят там какие-то сборища, где девушки пляшут, ходят в хоровод, водят. Какие-то там типа сабантои, какие-то мероприятия там идут. В старинных одеждах есть такие люди, которые вот именно там видели. Неужели в озере или пещере действительно есть вход в параллельный мир или иное время? Есть ли хоть одна научная теория, которая это допускает? Уральский спелеолог Ольга Червецова изучает кальциты пещер Урала. Она считает, что город-призрак – редкое природное явление, которое ученым только предстоит изучить. Оно связано с неизученными свойствами кристаллов здешних пород, в частности, так называемого горного молока. Это самая загадочная форма, которая до сих пор в науке неизвестна, за счет чего она образуется, несмотря на то, что она была впервые открыта, описана аж в 1555 году. В пещерах эта форма минерализации очень сильно распространена. То, что видим белое, но на самом деле не белое. Просто оптический эффект. Специалистам известны загадочные свойства других горных кристаллов – кварцитов, которые способны генерировать электромагнитные волны. Кварцитовые зерна входят в состав многих горных пород. Под собственной тяжестью кварц формирует постоянное электрическое поле. Этот эффект называется пьезоэлектричеством. Возможно, в некоторых местах он настолько силен, что создает особенное электромагнитное излучение, которое способно перенести нас в иные измерения, в том числе прошлое и будущее. Время имеет свое поле. И вот в этом поле существуют, назовем их так, некие аномальные участки. Их называют хроно-ямы. Именно с хроно-ямами всегда сопряжены так называемые хронокоридоры. И весь космос, он такими каналами, можно сказать, изрезан. Смотрите далее. На что записать и как включить хрономираж? Это может быть вещество кристаллической структуры. Зачем древние ходили по лабиринтам? Там могут открываться порталы, даже переходы в параллельную реальность. На этих уникальных кадрах засняты острова, которых в реальности нет. Это хрономираж на Белом море. Феномен попал на пленку случайно, когда съемочная группа пензенского телевидения во главе с Сергеем Волковым работала на берегу у лабиринта Большого Соловецкого острова. Документалисты проводили видеозапись «Танца змеи» для программы о древних традициях. В момент, когда исполнялся танец, на горизонте появились миражи. Это были своеобразные перевернутые острова, которые слегка дрожали, и все явление происходило в течение 4-4,5 минут. Мы, естественно, прервали танец, перевели видеоаппаратуру и настроили свои фотоаппараты на эти миражи. И местные жители нам сказали, феномен редкий, вам просто повезло. То есть, такое наблюдается в Белом море, ну, скажем, один-два раза в год. По словам местных жителей, эти острова существовали, правда, очень давно. Затем вода поглотила их. Но почему же они появились? Исследователь аномальных явлений Ирина Кандеева считает, что хрономираж по своей природе подобен голограмме. Для того, чтобы записался хрономираж, потом его можно было увидеть, должен быть объект записи. Это непосредственно событие, которое произошло. Опорная волна. Объект записи – опорная волна. В роль опорной волны может выступать определенным образом рассеявшийся свет в пространстве, то есть фотоны, либо человеческая эмоция, эмоциональная частота. И должен быть в природе регистрирующий материал. Здесь он на схеме изображен синим. Как мы предположили, это может быть вещество кристаллической структуры. Идеально подходит для записи хрономиражей местность со скалами, камнями и водными поверхностями. И хотя, по предположению Ирины, хрономираж после записи проигрывается постоянно, увидеть его можно лишь при определенных условиях. Как правило, такие феномены наблюдаются в аномальных зонах. Большой Соловецкий архипелаг, где был снят хрономираж островов, по словам Сергея Волкова, как раз такое место. Здесь даже березы растут со странными искривленными стволами. Объяснить это только физическими явлениями, вроде соленого морского ветра, невозможно. Биоэнергетически в этом месте встречается два потока. Один идет из Земли, как некая геопатогенность. А вот второй идет сверху вниз, из космоса. Почему они концентрируются в этой точке? Может быть, вот искривленные стволы березок как раз имеют отношение к тому, что здесь образуется некий энергетический вихрь? А может быть, действительно, получается даже искривление пространственно-временного континуума? Но чем же вызвана аномалия этих мест? Возможно, все дело в близлежащем сооружении. Недалеко на берегу находится недавно отреставрированный древний лабиринт. Его возраст более 4 тысяч лет. Возможно, то, что связано с лабиринтами Соловецкого архипелага, даже на физическом уровне, дает возможность сделать некоторые выводы о феномене темпоральности, об изменении хода времени, потому что, например, слегка завышенный радиационный фон, который мы мерили там, где-то порядка 17-18 микрорентген в час, говорит о том, что это уже с физической точки зрения необычная земля. Следует подчеркнуть одну деталь. Местные жители тогда сказали, этих островов уже не существует. То есть, якобы они были. И, возможно, в какой-то период просто были поглощены водой. Но откуда взялся этот мираж? Ведь, по сути дела, это не просто мираж, это хрономираж. Сегодня ученым до конца неясно ни назначение лабиринтов, ни механизм их воздействия на человека, которое, безусловно, есть. Когда возник хрономираж, местные жители заявили, что его спровоцировали чужаки-телевизионщики танцем на камнях древнего культового сооружения. Вода, земля, пусть даже реставрированный лабиринт и тело движения человека в традициях шаманизма в комплексе дают нечто, на что природа реагирует. И перевернутые острова – это и есть своеобразные реакции природы, по нашему мнению, на то, что мы делали в лабиринте. О сакральном смысле соловецких лабиринтов этнографы до сих пор спорят. Считается, что в этих сооружениях проходили опряды по перемещению душ умерших в иной мир. Профессор Евгений Файдыш предполагает, что лабиринты, как антенны, принимают энергию космоса и Земли и затем распределяют ее. В точке центрального лабиринта там происходит очень много различных аномалий, связанных с энергией, с пространством времени. Вот там могут открываться порталы, даже переходы в параллельную реальность. Ну, опять же, для тех, кто знает, умеет. Это такая непростая вещь. А просто для того, чтобы очиститься, оздоровиться, в лабиринт ходить очень полезно. Археологи считают, что древние Пуэбло узнали это, наблюдая за звездами. Север был очень важен для них. Они называют север сердцем неба. Очевидно, что стороны света были очень важны для людей в каньоне Чака, потому что даже сами руины Пуэбло-Альта и Пуэбло-Бониты находятся на одной линии с севера на юг. Главной загадкой для археологов являются здания, похожие на современные многоэтажные дома. Причем они не сложены, а прямо вырезаны в камни. Ученые считают, что анасази не смогли бы построить свою цивилизацию без передовых технологий и инженерного искусства. Строение в 3, 4, иногда в 5 этажей. Высота комнат до 3 метров, а стены толстые. Очень хорошо обтесанный известняк. Очень точно пристроены друг к другу. И стены бывают толщиной до метра. Для этого нужна очень сложная организация труда. Чтобы построить такое, нужно было провести очень серьезные изменения в древней культуре Пуэбло. Мы можем объяснить это только тем, что была какая-то группа или личность, которая смогла организовать очень много трудовых ресурсов, чтобы построить все это. Еще больше изумились ученые, когда узнали, как анасази представляли себе мир. Безграмотные индейцы, не имевшие даже своей письменности, верили в параллельные миры. Более того, они воплотили свои знания в камни. Каньон Чака – это ни много ни мало символ представления о многомерной вселенной. Как они додумались до такого? Для размышления на эту тему надо владеть абстрактным мышлением и хотя бы зачатками знаний высшей математики и физики. Умели ли эти индейцы вообще считать? Исследуя круглые жилища, ученые отыскали нечто похожее на сложные звездные карты с координатами врат в иные миры. Это круглые подземные структуры, которые мы находим в землях древних Пуэблов, в мире анасази, а также в современных Пуэблах. Это церемониальные пространства, которые символизируют Синапу, место, где древние предки пришли в мир. Отсюда округлая форма, которая символизирует космос, а крыша символизирует небо. Смотрите далее. Кто научил индейцев теоретической физики? Они гуманоиды, но у них параметры насекомых. Куда ведут врата Солнца? На этом месте в очень глубокой древности существовал город богов. Контраст уровня культуры индейцев и странных артефактов был столь явный, что ученые задумались. Откуда аборигены могли узнать об этом? В поисках ответов Роб Вайнер рассматривал петроглифы унувида. Они изображают животных и странных человекоподобных существ. В руках одного находится нечто похожее на изображение галактики. Есть и другие фигуры, которые мы видим в наскальном искусстве по всему миру. Например, спираль. Она очень популярна среди петроглифов Анастазии. Но, конечно же, часто встречается по всему миру. Например, у Хопи, одного из народов, которые считают себя потомками жителей каньона Чако. Откуда коренные американцы знали о месте Земли во Вселенной? О том, что мы часть огромной спиральной галактики? Кто рассказал им об этом? Пришельцы из будущего? Из параллельного мира? С другой планеты? По легендам индейцев Хопи, потомков Анастазии, все это им дали люди-муравьи. Загадочные гости из космоса, которые спасли индейцев от катаклизмов, спрятав их под землю. Одно из существ, о которых говорили Хопи в своих легендах, это люди-муравьи. Люди-муравьи выглядят как полулюди, полунасекомые. У них есть антенны, у них большие глаза, у них очень тонкие руки и ноги. Они гуманоиды, но у них параметры насекомых. И я видел узоры на скалах в Северной Аризоне, которые изображают этих людей-муравьев. Люди-муравьи очень важны, поскольку они помогли Хопи пережить два крупных катаклизма. Уничтожение первого мира огнем. Мало того, в древнем городе Анасази есть четыре интересных наскальных изображения гуманоидов. Один из них парит над двумя другими, а из их голов вырастают антенны. Кто это такие? Индейцы хорошо помнят. У Хопи есть легенда о летающих щитах или летающих тарелках, которые они встречали веками, а может быть и тысячелетиями. Эти летающие щиты прилетали и навещали их в деревнях. Они спускались с неба, и существа, которые выходили из щитов, Хопи называли их качинос. Качинос это что-то вроде духа посланника. Они чем-то похожи на ангелов христианской религии. Они перемещаются между обителью богов и обителью людей. По легендам качинос спускались в кораблях и общались с людьми. Пришельцы были очень дружелюбны. Они и принесли знания о земледелии, инженерии и астрономии. Об этом говорит древний ритуал Хопи, танец, посвященный небесным пришельцам. Они носят маски качинос. И маски качинос очень важны. Они очень поражают. Они могут быть в форме купола или в форме цилиндра. У них есть круглые глаза и что-то вроде рта трубки. И они в общем-то выглядят как космические шлемы. У них могут быть узкие глаза. Эти маски выглядят очень сверхъестественно и они выглядят по-внеземному. В системе скрытых пещер в каньоне Чако ученые обнаружили настенные росписи и даже клинопись, похожую на ту, что найдено в древнем шуме. Исследователи предположили, что нанесли эти надписи пришельцы из будущего. Индейцы называли их крылатыми существами. У хопи есть что-то, что можно назвать наследием пророчеств. То бишь, они предсказывали будущее на тысячи лет. Они делали так. Они спускались в Киева, подземные комнаты для молитв, и сидели там и получали видения из будущего. Если допустить эту идею, как пришельцы пребывали на Землю, есть данные в пользу того, что они могли использовать пространственно-временной портал. На границе Перу и Боливии, на плато Альтиплано, находится озеро Титикака. Это самое крупное высокогорное озеро мира. Одна из загадок этого озера состав его воды. Она почти идентична морской. Но откуда в высокогорном озере морская вода? Связи между океаном и озером Титикака нет. Сама геологическая структура Альтиплана в этом месте, она очень необычна. Она образовалась недавно, совсем недавно, с геологической точки зрения, в результате падения очень крупного планетоида в районе Азорских островов. Этот планетоид, он летел против часовой стрелки, он летел как бы навстречу вращения земли и ударил в это место так, что продавив геоид, вызвал поднятие территории Альтиплана вверх. Одно дело, что он просто поднял на очень большую высоту. И ведь озеро Титикака это же соленое озеро. И вся флора и фауна она морская в этом озере. Что говорит о том, что совсем недавно это озеро совсем недавно, я подчеркиваю, это был океан. Потому что если бы это озеро насчитывало реальные миллионы лет, оно бы давно было несоленым, оно бы очень давно изменило флору и фауну, но это событие было очень недавним. И вот как раз если посмотреть на карту сверху западнее берега Титикак, там видно, что породы они из плоского такого горизонтального положения перевернуты и поставлены вертикально. То есть мы с вами имеем вот такие просечки в грунте. Озеро задает ученым еще много интригующих вопросов. Интересно, что в мифах местных индейцев есть легенда о божествах пришедших неоткуда. В одном из них упоминается богиня Ариана. Она внезапно возникла в небе на сверкающем золотом диске и приземлилась на остров солнца в центре озера Титикака. Богиня отличалась от людей. У нее было на руках по 4 пальца соединенных перепонками. Ариана родила на острове 70 детей позднее основавших нашу цивилизацию и вновь ушла. На берегу озера в священном городе Тиуанако стоит странная арка врата солнца. Никто не знает зачем они нужны. Это не архитектурная постройка. Это вертикальная гранитная скала. Обработанная таким образом, что она похожа на портал или врата. То есть выровненная поверхность скалы размером примерно 7 на 7 метров. с двух сторон вертикально идут углубленные на полметра полукруглые желоба, а в центре внизу расположена как бы ниша или дрель. И вот согласно местной легенде, на этом месте очень глубокой древности существовал город богов. Хотя в ходе нашей экспедиции в этот район мы знаем, что никаких серьезных остатков архитектурных построек там обнаружено не было. Также неизвестно там некрополи в ближайших окрестностях Амару Меру. То есть это по сути дела отдельно стоящая скала вот с такими вот вратами. В 2000 году итальянские археологи на дне озера действительно нашли остатки древнего города, которому не меньше полутора тысяч лет. А еще позже ученые узнали одну легенду. Согласно ей, в годы конкисты верховный жрец храма Семи лучей по имени Амару Меру бежал от испанских солдат на берега озера Титикака. С собой он захватил золотой диск, который являлся ключом от древних врат. После проведения ритуала Амару Меру открыл врата и ушел в мир богов, оставив золотой диск на хранение местным жрецам. По древней местной легенде это врата в мир богов, в которые уходили великие герои. Они покидали землю, уходили в мир богов и иногда некоторые из них возвращались для того, чтобы проинспектировать, как обстоят дела в мире в текущий момент. Позже была записана еще одна легенда, более поздняя, ингская. Согласно этой легенде, в период конкист, уже в начале 16 века, верховный жрец солнечного храма Семи лучей Амару Меру бежал от испанских солдат на священную прародину на берега озера Тикаке. Собственно говоря, по его имени и назван этот памятник. И он захватил с собой золотой диск, который, собственно говоря, являлся ключом от этих врат. Согласно легенде, Амару Меру собрал местных жрецов и организовал с ними совместную церемонию по открытию врат. Чем же был этот золотой диск? Если верить сказанию, он мог давать ответы на все вопросы. Тогда он должен был представлять собой некий аппарат с большим объемом информации. Можно также предположить, что диск могла создать лишь весьма высокоразвитая цивилизация. Они лишь немножко вмешиваются и направляют этот процесс, что позволяло им перейти из одного измерения в другое. Вот память о таких переходах, она и сохранилась в текстах индейцев, в частности перуанских и майянских индейцев. И они помнили, что это так или иначе всегда связано с какими-то георазломами, с какими-то особыми энергонасыщенными зонами. Поэтому появление ворот, ворот именно Амар-Мур связано с таким местом и это символ того, что природа обладает таким феноменом. Надо просто знать, когда и в каком месте. Поэтому место выбрано не случайно. Если вы знаете еще какой-либо определенный цикл аналитический момент, то в этом месте может возникнуть любопытный эффект общения с богами. Переход можно осуществить в другое пространство и время, но здесь должны помочь цивилизации более высокого уровня развития. Сейчас для перехода в другое измерение именно конкретно в этом месте необходим очень мощный почти аномальный энергетический выброс в этом месте. Такое может произойти, но это происходит крайне редко. Ключом к разгадке тайны золотого диска жреца, по мнению экспертов, является спираль. Древнейший символ, который встречается на всех континентах планеты. Начиная с палеолита, в памятниках многих древних цивилизаций спираль была символом соединения неба и земли. Эмблемой спирали обозначались некоторые звезды. Ученые установили, что этот символ давно используется для записи астрономической информации. В двуспиральном лабиринте она в значительной мере символична. Отражает движение Солнца полгода восходящее от зимнего до летнего солнцестояния и полгода нисходящее, когда полуденная высота все ниже и ниже. А спираль получается еще вследствие того, что сдвигаются восходы Солнца с севера на юг и с юга на север. В центре лабиринта биспирального эти спирали сходятся вместе и получается знак очень напоминающий знак инь-янь и знак зодиакальный рака. То есть в общем-то это можно говорить о том, что двоичный код он был давно уже оценен, понят и применялся для осмысления мироздания. Так родилась версия, что каменные лабиринты, расположенные там, где энергетические потоки были особенно сильны, являются входами в параллельные пространства Земли и других миров. а значит могут быть ключом к звездным вратам. О теоретической возможности перемещений во времени стали говорить только в 1905 году, после того, как Альберт Эйнштейн опубликовал теорию относительности. В ней он доказал связь пространства и времени и показал их гибкость и изменяемость. Эйнштейн немножко подправил Ньютона. В каком смысле? Он сказал, что у Ньютона все правильно, но только когда у вас скорости много меньше скорости света. А если скорости приближаются к скорости света, а это может быть вблизи сильно тяготеющих тел, появляются отклонения от Ньютона. И это была теория Эйнштейна, основанная на гимитаризации так называемой пространства и времени. Он пространство объединил со временем. Вот мы дальше об этом поговорим. Так вот, и это отклонение реально наблюдается в эксперименте. вот что важно. То есть теорию Эйнштейна стали проверять. И есть порядка пяти эффектов Эйнштейновских, которые сейчас проверены с достаточно хорошей точностью и подтвердили, что прав Эйнштейна Ньютон. Иначе говоря, путешествие в пространстве связано с путешествием во времени, а время зависит от гравитации. Уравнения Эйнштейна при этом допускают существование разных типов машины времени. Одна из них предусматривает использование черных дыр, вокруг которых образуется мощное гравитационное поле. Все объекты рядом с черной дырой достигают необходимой скорости света и становятся способны на мгновенное перемещение. По теории Эйнштейна черная дыра может быть и машиной времени с помощью так называемого моста Эйнштейна Розена. Это есть как раз, как люди говорят, портал, вот они назвали, физики назвали мостом из одной вселенной в другую, когда можно и поменять свое время, переместиться в другую эпоху. Например, если двигаться со скоростью света, то можно увидеть, что время замедляется. Человек, который отправится в космос со скоростью света на два дня, по возвращении обнаружит, что на Земле прошло 4 года. Выходит, что законы физики вполне допускают мгновенное перемещение в пространстве и даже путешествие в будущее. теоретически это возможно. Но как же это проделать? Смотрите далее. Кем был киевский парень из прошлого? Одежда была старомодная, но не старая. Как открыть пространственно-временной туннель? Возьмите источник сильного гравитационного поля. У себя в мастерской, в кладовке. В 2006 году в Киеве появился подозрительный молодой человек с плюночным фотоаппаратом. Он расспрашивал прохожих, где он находится. Участковый милиционер, который задержал туриста, зафиксировал данные его единственного документа, комсомольского билета. Он был выдан на имя Пономаренко Сергея Валентиновича, 1932 года рождения. При этом старомодно одетый парень был искренне уверен, что на дворе 1958 год. Во-первых, его одежда. Одежда была старомодная, но не старая. То есть сейчас такую одежду не носят, но одежда хорошая. Во-вторых, это его фотоаппарат, который был, скажем так, распространен именно в то время, это 50-е годы. В-третьих, комсомольский билет. И в-четвертый, очень важный аргумент, фотопленка. Фотопленка, из которой сделали фотографии Киева тех 50-х годов, но уже в нашем времени. Поскольку ситуация была очень странной, человека с документами на имя Сергея Пономаренко было решено сначала показать психологу. На первом приеме у врача мужчина сообщил, что последним его воспоминанием была летающая тарелка, которую он попытался снять на свой фотоаппарат, после чего внезапно оказался в незнакомой обстановке. Незадолго до своего путешествия во времени Сергей фотографировал дома в Киеве. И над одним из высотных домов он увидел некий объект. Сейчас мы бы назвали этот объект НЛО. Что это за объект, мы не знаем. Это загадка. Практика исследователей аномальных явлений показывает, что искажение хода времени часто бывает при контактах с НЛО. Во время близкого наблюдения летающих тарелок возможно как частичное выпадение из нашего времени, так и полноценное перемещение в прошлое или будущее. Появление неопознанного летающего объекта в какой-то зоне и у этого неопознанного летающего объекта какие-то проблемы с его энергетической машиной, которая позволяет объект переместить из одного пространства в другое, вот здесь могут произойти самые невероятные события. мне кажется, что именно такого рода происшествия может стать причиной перемещения человека, например, из какого-то неотдаленного от нас времени, а может быть даже из нашего времени в глубокую древность, например, несколько сотен миллионов лет назад. Историк Богдан Лисица давно изучает истории о путешественниках во времени. Он расследовал случай Сергея Пономаренко, который исчез из 2006 года, так же внезапно, как и появился, оставив после себя множество вопросов. На один из них у историка, похоже, уже есть ответ. Может, это будет громко сказано, но я считаю, что это я, управляя его путешествиями, но в будущем это делаю. На эту мысль исследователь натолкнула неожиданное продолжение истории о таинственном пришельце из прошлого. В распоряжении Богдана Лисицы оказалась странная фотография. На ней постаревший Сергей Пономаренко стоит на берегу Днепра. За его спиной набережная и Печерский холм. Но холм застроен большим количеством небоскребов, которых в сегодняшнем Киеве нет. Мы видим Киев будущего, прекрасный город, Днепр, родина-мать, которая сохранится и в будущем. И чем отличается Киев будущего от современных мегаполисов, если современные мегаполисы это города из железобетона, то Киев будущего это город, если можно так сказать, из железобетона, из зелени. Очень много зеленых насаждений. То есть в будущем будут уделять много внимания здоровью обычных людей. И жизнь в будущем будет в этом отношении намного лучше, чем сегодня в больших городах мира. Исследователь уверен, что однажды Сергей Пономаренко вернется из прошлого, чтобы раскрыть тайны своих загадочных путешествий. Удивительно, но законы физики вполне допускают и путешествия в прошлое. Наша Вселенная, кроме вакуума, заполнена еще и загадочной темной энергией. Это вещество с положительной плотностью и отрицательным давлением обладает немыслимым на Земле свойством антигравитации. Сила тяжести действует в обратную сторону, не притягивает, а расталкивает предметы в сторону. В теории, темная энергия может вблизи поверхности нашей планеты открыть так называемые кротовые норы. Благодаря им станут возможными путешествия в любое пространство и время. Вам потребуется открыть дверцу в тоннель и начать по нему движение в любую сторону, вперед или назад. А вот с кротовыми норами пока есть проблема. То есть решения такие, конструкции теоретические есть, но никто не знает как ее сделать. Вот в чем проблема. То есть физика единственное может сказать она должна быть изначально сделана каким-то образом, создана. Некий способ есть. Это с помощью фазовых переходов в пространстве времени. То есть можно создать кротовую нору спонтанно, используя методы и законы квантовой механики. Но опять это процесс неконтролируемый и умения и знания как это сделать у нас сейчас абсолютно нет. Возможно кто-то уже подобрался к этому способу. 1974 год. Университет штата Мэриленд США. Молодой физик Фрэнк Типлер получает от своего научного руководителя тему будущей диссертации, которая называется «Возможности глобального нарушения причинности». Изначально я назвал ее «Как сделать машину времени». Но мой научный руководитель счел это слишком радикальным, поэтому я изменил название. Когда я исследовал это, я думал, можно ли сделать настоящую машину времени. В рамках общей теории относительности великим математиком Куртом Гёдделем впервые была исследована возможность путешествий назад во времени по замкнутым временоподобным траекториям. Австрийский логик и математик Курт Гёддль математически доказал, что если бы астронавт отправился в полет к далекой звезде и обратно со скоростью света, то мог бы заглянуть на тысячи лет в будущее Земли. Он вывел вращающуюся космологическую модель Вселенной, которая заставляет пространство-время искривляться так сильно, что они образуют петли. Все это натолкнуло Фрэнка Типлера на идею создания машины-времени. Я исследовал возможность быстрого вращения очень большого цилиндра. Я открыл, что достаточно быстро вращающийся цилиндр позволит совершить перемещение во времени. Если космический корабль будет двигаться по спирали вокруг такого цилиндра, то в определенный момент он окажется в пространственно-временном портале, выйдя из которого окажется за тысячи лет от момента времени старта. Но что же помешало ученому построить машину времени еще в далеких семидесятых? Смотрите далее. Сколько существует параллельных миров? Наша вселенная не одна, а их существует одновременно бесконечное количество копий. Как прожечь время и отправить письмо в прошлое? Мы пока не интересуемся отправкой людей или предметов. Как утверждает сам Фрэнк Типлер, для создания машины времени потребуется материал, который весит в 10 раз тяжелее Солнца. Сделанный из него цилиндр нужно заставить вращаться с немыслимой скоростью в миллиарды оборотов в секунду. Рецепт очень простой. Возьмите источник сильного гравитационного поля. У себя в мастерской в кладовке купите, сделайте. Вот, раскрутите его, если оно не вращалось. И вот вам машина времени. Нет проблем. Нету тайны. Есть загадка. Как сделать? Знаний не хватает, умений не хватает. Ученые надолго застряли в поисках чудовищной энергии и фантастически тяжелых металлов для создания машины времени, пока не обратили внимание на революционную теорию, которая появилась еще в начале 20 века. Она предполагала простое решение уменьшить размеры машины и перемещаемых тел. Так, благодаря квантовой физике в 21 веке только на территории России появилось более пяти образцов машин времени. Например, машина времени ближайшая к нам находится в городе Троицке под Москвой в институте ядерных исследований, в котором я ему честь работать. Другая машина времени находится в Дубне, третья находится в Протвино, значит, тоже Московская область, а четвертая находится в Новосибирске, и там их и делают. Эта машина времени называется ускоритель. И на этих ускорителях продлевают жизнь нестабильным частицам в тысячи раз. Теория квантов зародилась в начале 20 века, когда идеи классической физики не смогли объяснить многочисленные аномальные наблюдения. Именно она успешно объяснила такие феномены, как радиоактивность, антиматерия и, как оказалось, механизмы по преодолению времени. Частицы, допустим, короткоживущие, при увеличении скорости живут дольше. Взять мемезон. В покое он живет одну микросекунду. Если его разгонять, чем вы сильнее его разгоните, если скорость у вас близка к скорости света, он может жить и часами. Вот это и есть в каком-то смысле машина. Вот в этом смысле это и есть машина времени, что при большой скорости время удлиняется. Вот как это выглядит в реальности. Мы находимся на территории электрон-позитронного коллайдера, который имеет название ВЭП-2000. Это энергия в системе центра МАС. Это новейший ускоритель, который был спроектирован и построен в Институте ядерной физики. И все, что вы здесь видите, все это изготовлено здесь, в Институте. Это представляет собой кольцо, в котором из того здания перепускаются электроны по каналам и позитроны в противоположном направлении. И вот в этом кольце навстречу друг друга со скоростью света 60 миллионов раз в секунду они встречаются в двух местах встречи и собственно детекторы регистрируют продукты их распада и собственно это и исследуется. Когда ученые наблюдали за фотонами крошечными пучками света они заметили что даже один фотон проявляет свою способность принимать разные формы. Это можно представить как если бы вы были обычным цельным человеком и вдруг могли бы превратиться в облако газа. Но самой удивительной способностью квантовых объектов является то что они могут существовать параллельно не только в нескольких состояниях но и одновременно в нескольких местах. Идея о том что могут быть дополнительные пространственные измерения она идет восходит к 25 году это прошлого века соответственно это идея Кауц и Кейна что могут быть дополнительные пространственные вот очень важно пространственные измерения но мы их не видим. Квантовая физика убедительно доказывает что прошлое будущее и настоящее могут не следовать друг за другом как вы привыкли думать. все эти времена существуют параллельно и у каждого мира могут быть свои законы. С этими проблемами которые мы сейчас обсуждаем реально связаны еще выдающиеся достижения последних 20-30 лет в такой науке физической которая называется космология. Это развитие привело к тому что название вселенной или наша вселенная оказалось совершенно устаревшим его надо сдавать на свалку. А теперь правильно вселенную называть не просто вселенной а мультивселенной. Оказывается эти понятия зафиксированы и в древних текстах. Египет, Индия, Тибет даже народы Мезоамерики знали что можно подчинить себе время. Время это природный феномен но феномен которым человек может управлять. и вот тогда когда человек начинает осознавать что такое время у него получает он получает доступ к возможности увидеть прошлое увидеть настоящее и увидеть будущее. Во многих древних текстах мы можем столкнуться и современная физика кстати говоря начинает поговаривать о том что не существует ни прошлого не существует будущего а все происходит сейчас. Эта теория примирила исследователей аномальных явлений с физиками и математиками которые вывели формулу многомерности времени. Теория о том что у времени как и у пространства может быть не одно а несколько измерений или параллельных течений. идею о дополнительных временных измерениях это она эта идея принадлежит Адмире Юрьевичу Сахарову и он как раз рассматривал фруктуации пространственного времени вот с переменным числом временных измерений. Если вот эти измерения одно большое а другое маленькое то там уже можно поиграть и можно что-то вполне осмысленное сделать и там вот возникает машина времени. Так появилась гипотеза под названием теория многих миров. Ее суть в том что все возможные многочисленные миры могут существовать одновременно. Каждый раз проходя сквозь портал мы будем входить в новую вселенную. На бытовом уровне это можно представить так. Достаточно вспомнить как устроен компьютер. Земля это некий жесткий диск на котором люди задают тысячу директорий или папок под названием Земля-1 Земля-2 или Земля-1000. В каждую из этих директорий помещается некая программа. И вот некто он размножает он как бы дублирует копирует эти директории но у каждой директории есть свое название поэтому мы получаем возможность к такого рода исследованию. Затем внутри каждой директории скорость времени изменяется где-то человек еще о которой например я даже еще не родился где-то я давно уже ушел тысячи вариантов и любая высокоразвитая цивилизация и тем более тот кто создал все это они не гадают что мы будем делать завтра у нас есть определенные планы они просто смотрят в параллельное течение времени и получают информацию по этой теории даже мы сами одновременно существуем во множестве миров в одном мы только родились в другом пошли в школу в третьем смотрим эту передачу в седьмом мы спустя пять десять двадцать лет кстати эта теория объясняет и такие феномены как появление двойников и предсказания будущего но возможно ли физически попасть в параллельный мир исследователь Николай Суботин во время очередной экспедиции в Пермскую аномальную зону пережил странный случай Николай отчетливо слышал звук вездехода который принадлежит другому члену экспедиции Валерию Якимову такой агрегат в этих краях был один спутать его с чем-то еще было невозможно кроме того рев двигателя слышала вся большая компания исследователей но машины то там не было звук мимо нас проезжает метров десяти по тропинке мы видим что машины нет звук проезжает и куда-то уходит в лес мы в полном недоумении не понимаем что происходит знаем что Валера там в полукилометре в лагере стоит снимаемся идем в лагерь к Валерии говорим Валера ты куда-то ездил ну думаю может там эхо как-то звук донесло он говорит нет не ездил два часа ко мне гости пришли двигатель трогаем двигатель холодный то есть машина никуда не ездила это место прославилось среди исследователей аномальных явлений еще в 80-е годы прошлого века там помимо охраны миражей регулярно фиксируются другие странные явления НЛО странные существа а также искривление времени в определенных местах часы начинают вестись совершенно непонятным способом то есть 108-ки на часах начинают появляться то часы вообще просто разряжаются сбрасываются бывает что восьмерки появятся а потом часы просто не запускаются то есть такое ощущение что батарейка полностью разряжается механические часы могут убегать на час вперед могут например отставать Николай Суботин пытался разгадать тайну одного случая произошедшего с Валерием Якимовым в 1980 году будучи подростком тот с приятелями отправился порыбачить на реку Сылва что протекает по аномальной зоне ребята решили остановиться на ночлег в безопасном вроде месте это было конец июня тем более что остановились в таком месте где был домик пастухов вот нормально оборудованный дом где можно было остаться переночевать людей там не было вот и как бы мы решили там остановиться наловили рыбы и пошли в сад около этого домика есть тягоды и вот тут начались такие интересные вещи по словам Валерия Якимова ребят постоянно преследовало ощущение будто за ними кто-то следит это чувство вскоре переросло в леденящий дух ужас ничего подобного раньше деревенские парни не переживали они решили бежать прочь подальше от того места и заблудились и вот ну наверное представляете что такое болото еще мокрое там ну естественно мы падали там как бы с кочки на кочку выпрыгивали и тут вдруг выходим и такая как знаете сказочная растительность такая травка такая светло-зеленая такая ровная под травой поверхность то есть никаких кочек ничего нет и травка такая мягкая так беглецы оказались в странной заброшенной деревне из трех домов два были полуразрушенными а один будто только что оставлен хозяев все в этом доме казалось обычным кроме они были как в музее явно из другого века обратил внимание говорит какие-то окна странные были какие-то вот маленькие такие вот в старых домах раньше были вот северных это были маленькие окошки там чисто по-моему даже что-то типа бычьего кого-то натягивали вместо стекла когда не было измотанные рыбаки не задавались вопросами обессиленные они упали спать последнее что я помню это вот такой вот крыжовник мы этого крыжовника наелись и значит и прямо тут на дорожку значит легли спать вырубились просыпаюсь я от того что что-то тарахтит поднимаю голову смотрю в метре там в полутора метрах стоит ГАЗ-66 я стою так подхожу к водителю такой колоритный дядька сидит в очках такой ну вот и испуганный такой и первые его слова были то есть я еще ничего сказать не он говорит ребята где я по признанию водителя автобуса он и сам не понял как оказался в странном месте как позднее выяснилось на карте нет ничего похожего ни на деревню ни на болот и дорог где мог бы проехать автобус тоже физически не было этот случай не давал Валерию покой он стал расспрашивать друзей знакомых соседей старожилов острадной деревни однако в течение многих лет слышал одно и то же никогда в тех местах не было никакой деревни Валерий хотел сам убедиться в этом но организовать экспедицию ему удалось лишь спустя 30 лет поехали поехали мы вдвоем с сыном и вот тогда-то я как бы и понял почему мы ушли потому что когда мы пробегали тогда это болото я даже и не оценил не понял что это какое болото было а сейчас когда мы снова нашли вход в эту поляну где мы бежали и мы с ним объехали всю ту территорию никакой деревни конечно не нашли но примерно нашли район где вот эта фантомная деревня примерно вот так могла находиться наконец за долгие годы поисков Валерию впервые удалось пообщаться с еще одним очевидцем фантомной деревни он случайно узнал от давнего приятеля что тот в детстве тоже бывал там но друг свою историю держал в тайне 50 лет и Федя рассказывает что вот отец как-то сказал Федя пойдем со мной взял его они перешли речку пошли в ту сторону где примерно так по моим предположениям должна быть деревня именно так же зашли на дорожку которая вывела их к дому один дом был обитая такой ну в хорошем состоянии два полуразварившиеся все прямо точно так же как вот одно и то же место потом мы когда с ним сравнивали по описаниям но им открыла там женщина вот и сказала ой Ким пришел заходи как бы к отцу ну вот что-то там дала там ковшик с чем-то значит отец у Феди выпил вот потом они вышли из этой полянки и он сказал Федя никогда никому об этом месте не рассказывал теория параллельных миров позволила ученым и исследователям аномальных явлений решить вопрос который был назван парадоксом дедушки и накладывал строгий запрет на путешествие в прошлое наша вселенная не одна а их существует одновременно бесконечное количество копий почти одинаковых или чуть-чуть с небольшой разницей и когда товарищ профессор из Америки спутешествует в прошлое и уговорит маму свою его не рожать и мама его не родит но в другой вселенной а в своей вселенной она его родит в другой вот так решается решить можно парадокс позволяют ли современные технологии физически совершить переход в прошлое и обратно в 2017 году в Великобритании появится суперлазер мощностью в 200 бета ватт это больше чем земля получает от солнца и в 100 тысяч раз мощнее чем вырабатывает вся наша цивилизация невероятная сила лазера будет сконцентрирована в одном коротком импульсе который продлится меньше триллионной доли секунды по словам ученых выстрел сможет прожечь пространство и время и открыть ходы в прошлое или вероятное будущее возможно ответ есть и в университете города Сторс штат Коннектику США январь 2012 года физик-теоретик Рональд Маллетт демонстрирует очередную модель машины времени с помощью кольцевого лазера который продуцирует циркулирующий луч света ученые хотят доказать что скручивание света искривляет пространство образуя петлю времени сейчас мы знаем что время находится под влиянием гравитации это часть моей работы другая часть моей работы связана с тем что теория Эйнштейна связана не только со способностью создавать гравитацию все знают что Земля способна создавать гравитацию что позволяет нам стоять на ногах что Солнце создает гравитацию что позволяет Земле быть на орбите по теории Эйнштейна не только материя но и свет может создавать гравитацию это и есть ключ в первые идеи путешествия во времени посетила Малетта когда ему было всего 10 лет в 1955 году его отец умер от инфаркта что оказалось большим ударом для мальчика потом ему на глаза попалась книга Уэллса машина времени каждый раз вспоминая о потере отца Рональд мечтал о создании такой машины чтобы вернуться в прошлое и предупредить о грозящей опасности через несколько лет после этого мне было около 12 я обнаружил другую книгу которая изменила мою жизнь это была популяризация работ Эйнштейна и эта книга была второй книгой которая изменила мою жизнь даже если я не мог понять всего что в книге Эйнштейн говорил что время может быть укорочено и растянуто что вы можете изменить время время это не что-то фиксированное вот как работает машина времени лазеры испускают циркулирующий световой луч он скручивает пространство и следовательно время энергия пучков создает гравитационное поле достаточно сильное чтобы протащить нейтроны сквозь время нейтрон может вращаться как маленькая рулетка и у него есть два направления вращения и только два вверх или вниз я установил номера чтобы подписать направление один и ноль и предположим я отправил поток нейтронов по направлению вверх вверх вниз что это это один один ноль то есть используя нейтроны я могу посылать информацию с помощью бинарного кода это то как мы посылаем информацию если кто-то сможет расшифровать эту информацию они смогут получать бинарный код для того чтобы зациклить время Малетт добавил второй луч направленный в противоположную сторону по кругу при изменении интенсивности света пространство и время менялись местами другими словами человек идущий по направлению вперед на самом деле мог бы идти и обратно немного походив там он сможет выйти из этой области и встретить себя еще в нее не вошедшего мы пока не интересуемся отправкой людей или предметов это не часть нашего проекта что мы стараемся сделать это отправить информацию назад в прошлое отправка информации это более важный момент чем отправка людей это также проще отправлять информацию с этой точки зрения многомерность удивительный инструмент который возможно используется всеми высокоразвитыми цивилизациями для преодоления времени или просмотра картин прошлого или будущего смотрите далее когда изобретут телепортацию людей вошел в нее закрыл дверь открыл дверь вышел доминикана что экстрасенс увидела в будущем такой супердержавы как Китай там нету феноменов странности времени с которыми издавна сталкивались ученые очень много один из них телепортация этот термин был введен в 1931 году американским публицистом Чарльзом Фортен телепортация подразумевает мгновенное перемещение материального объекта на любое расстояние на первый взгляд этот феномен противоречит здравому смыслу поэтому долгое время он считался мистикой но сегодня исследователи строят самые смелые прогнозы в будущем когда люди научатся телепортироваться то в основном надо признать такого рода телепортации они будут активно осуществляться например для перемещения из Петербурга в Доминикану не надо будет садиться на самолет вошел в что-то вроде напоминающей телефонную будку ну это самым примитивным языком вошел в нее закрыл дверь открыл дверь вышел в Доминикану множество случаев спонтанного перемещения людей животных или предметов находят в древних летописях и даже в Библии в восьмой главе книги деяния апостолов например описывается как по промыслу Божьему евангелист Филипп был мгновенно перемещен на расстояние порядка 80 километров это отрезок пути по дороге из Иерусалима в Газу известны случаи так называемой непроизвольной телепортации которая происходит независимо от желания человека так случилось и с бывшим военным а ныне врачом скорой помощи Вячеславом Семиковым момент исчезновения своего в себе я не заметил впрочем как и момент возникновения себя я проснулся меня будет эта история произошла летом 1967 года когда Вячеславу было 7 лет жарким летом он вместе с родителями приехал погостить к родственникам в деревню на следующий день все отправились на работу в поле к обеду детвора решила поиграть в мяч обычная деревенская картина веселый мальчишка играет в футбол но по рассказам родителей ее сюжет изменился в один миг как будто после вспышки фотоаппарата мальчик просто исчез на глазах всех своих родственников последнее что он помнит это чувство сильного нервного возбуждения или эйфории и следом провал меня искали всем этим скопом все люди искали искали нашли меня в заброшенном домике не в заброшенном он получался летней кухней назывался когда меня обнаружили я увидел шум такой знаете когда тебя поднять подняли а разбудить забыли вот такой шум 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 родители говорят те что космонавты украли родители искали сына более четырех часов а нашли совершенно случайно в доме который был заперт не снаружи а изнутри по словам родителей их ребенок который не отличался любовью к порядку спал на табуретках предварительно раздевшись и аккуратно сложив свои вещи я всегда все разбрасываю те кто меня знает у меня всегда тапочки так ботинки вот так ровненько стоят макосинчики мои детские ровненько стоят аккуратненько сложенные шортики аккуратненько сложенные я разделся еще получается лег на ну там как в деревне там всегда шьют на табуреточке там шьют такие пастилочки и я на этих пастилочках не укрывшись вот так лежал но на этом загадки не закончились для прохождения службы в ракетных войсках Вячеслава отправили на медицинское обследование с обязательным прохождением томограммы мозга после процедуры без объяснений его направили в неврологический диспансер с подозрением на неизвестное заболевание или необычное строение гипофиза но окончательного диагноза Вячеслав так и не дождался я сидел около окна и меня очень удивило то что когда окно налетело на камень лежащий на земле оно начало медленно раскалываться то есть автомобильное стекло оно разлетает сразу на мелкие осколки а тут по этому стеклу пошли трещины и вот эти трещины расползаясь по стеклу начинает середка значит у него как бы выкрашиваться этого стекла а остальное пространство еще целое по словам Сергея дальнейшие события не поддаются никакому объяснению он не спеша успел выбраться в оцепенение вошел вокруг автобуса который продолжал кувыркаться и еще удивлялся тому как медленно вращаются колеса автобус все продолжал переворот на бок затем на крышу то есть он как бы медленно как его домкратом поднимает потому что успел выйти успел автобус обойти вокруг отойти от него потом уже вот для интереса просто тот же самый путь пытался повторить то есть я примерно затратил должен был затратить время около 7 минут но за это время автобус из положения 45 градусов стал в положение вертикальное то есть для такой инерции это было очень медленно по словам Сергея Попова самым странным было то что солдаты после переворота автобуса продолжали висеть вверх ногами и не падали это состояние длилось как показалось ему очень долго неестественность ситуации добавляла подозрительная тишина наконец Сергей очнулся и закричал что было сил закричал чтобы они вылезали автобус значит в этот момент начал как бы складываться встал на крышу начал складываться и крыша приближалась к сиденьям образовались лопались стекла образовались и вот во время моего крика вдруг услышался скрежет металла звоны вот этих разбивающих стекол я увидел что колеса у автобуса очень быстро крутятся сразу закричали люди начали выползать через эти образовавшиеся щели то есть все приняло первозданный вид как говорится движение восстановилось будем так крики восстановились шум восстановился все вылезли из автобуса автобус полностью лег значит смялся наполовину водителя мы вытащили он прижат был рулем к сиденью все были в крови дальше было еще интереснее когда выяснилось что в автобусе никого больше нет и все живы Сергей на правах медика и старшего по званию начал осмотр бойцов первое что поразило его все были словно облиты кровью испачканы лицо руки одежда поскольку отряд ехал в баню при себе у каждого были полотенца все сразу стали мокрыми но к концу осмотра никто не мог понять откуда же кровь никто не был ранен или ушиб все в крови но нет ни одной царапины у меня у самого бунь так по руке бежала бунь так струйка крови с пальцев прямо именно лилась струйкой то есть я закатал к гимнастерке посмотрел у меня ничего нет вот из пустого места течет кровь вот это тоже немножко так шокировало из всей значит бунь так нас в этот автобус набилось очень много где-то 45-50 человек из всей группы людей как говорится была одна придавленная ладошка автобус превратился в искореженную груду металла солдаты вернулись пешком в часть по словам Сергея ему казалось что авария происходила 10 минут на самом деле при скорости автобуса 80 км в час вся дорожная ситуация с момента отказа тормозов вряд ли могла длиться дольше 30 секунд причем остальные участники события ничего странного не заметили смотрите далее как научиться замедлять время это вот так называемые скрытые возможности человеческого организма кто помогает все успеть в экстремальной ситуации это 100% не физика человека не физические способности мозга может быть что-то вот такое извне тот армейский случай Сергей Попов не вспоминал до тех пор пока не наткнулся в архивах на похожие истории с солдатами во время войны там были описаны ситуации с очень медленно разрывающимися снарядами когда за считанные доли секунды люди успевали сообразить куда спрятаться и добежать туда только после этого Сергей понял что он имел дело с феноменом времени время время для меня лично изменило ход за счет этого возможно я спасся без проблем возможно этого та четкая команда которая была возможно спасла остальных солдат то есть если автобус пришел полную негодность мы отделались вообще как родились как говорят в рубашке все интерес ко времени заставил Сергея Попова проделать ряд экспериментов он хотел проверить можно ли повторить ситуацию с замедлением времени и какой механизм ее запускает Сергей придумал ряд действий на которые уходило ровно 5 минут по сигналу он должен был открывать ящики в каждом из которых был ключ от следующего казалось быстрее чем за 5 минут открыть все замки нельзя так происходило всякий раз когда эксперимент шел по плану однако все менялось как только действовать приходилось неожиданно я занимаюсь читаю книгу вдруг происходит сигнал и я должен все это успеть сделать вот здесь раза три у меня происходило что время укорачивалось я успевал сделать все и у меня еще оставалось половина времени на то чтобы так отключить систему то есть значит получается у человека в экстремальных условиях есть возможность ускорить свое время для выполнения спасающих действий это вот так называемые скрытые возможности человеческому организму но все ли подобные случаи можно объяснить только неизученной способностью организма Алексей Посешнюк два года назад попал в страшное ДТП он купил в Беларуси автомобиль и вместе с другом перегонял его домой в Краснодар на половине пути за рулем его сменил друг сам Алексей уселся рядом и собрался спать странно у него не было привычки пристегиваться но в ту роковую поездку молодой человек сделал это такая проблема у меня есть я никогда не пристегиваюсь никогда ни при каких условиях ну вот неудобно мне и всегда когда я гоняю машины я не пристегиваюсь мне неудобно и тут получилось так что когда я пересел на пассажирское кресло я пристегнулся не знаю зачем не знаю почему пристегнулся я лег спать друг Алексей уснул в тот момент когда они проезжали мост через реку возле города Кашир от первого удара в отбойник проснулись оба после второго удара они полетели с моста впереди у мужчин было два отрезка полета по 25-30 метров каждый падение с моста длилось не дольше 5 секунд но в сознании Алексея эти секунды превратились в минуты поначалу ему вообще показалось что время остановилось и это позволило ему даже рассмотреть местность вокруг все вокруг остановилось остановилось полностью я четко помню что по мне так прошло минуты 3 наверное после этого удара когда мы вылетели я посмотрел по сторонам увидел где-то вдалеке слева поселок церковь церковушка там с куполами какая-то ну я так сильно не присматривался но четко помню чуть ниже кладбище какие-то мысли непонятные ну сейчас не смогу уже вспомнить о чем думал но черным по белому было в голове ну вот и все потом я обратил внимание направо увидел реку увидел что она темная обернулся вокруг увидел что мы летим ну понял это все были доли секунд происходящее Алексей воспринимал так словно он смотрит видео в замедленном режиме благодаря этому состоянию он успевал правильно держать и вовремя подгибать руки и ноги так чтобы не получить травму машина за несколько секунд падения перевернулась не меньше восьми раз все это время Алексей был в сознании потом он почувствовал что очередной удар ему не пережить и тут произошло необъяснение и вот как раз здесь я что-то и почувствовал что сзади меня как будто обняли и просто вжали в сиденье я просто в одном положении все это время находился и в итоге благодаря этому как раз машина была как колба просто задняя часть просто сложена когда падение прекратилось Алексей выбрался из машины и пытался освободить друга тот был без сознания но живой вскоре подоспела помощь но сотрудники ДПС увидев во что превратился автомобиль не спешили спускаться они были уверены что в этой груди железа живых нет было четкое понимание что все что произошло оно произошло мы должны были умереть и было такое прямо четкое в голове ты спасся я спас тебя вот прям четкое понимание что это это не я это не машина это не подушки безопасности это не ремни ничего из этого оно не могло он спасти и это все понимали все вокруг что ну невозможно при таких ударах и таком вот верчении остаться в живых по словам Алексея врачи были в шоке когда его привезли в больницу у него подозревали сотрясение мозга и перелом позвоночника но обследование показало что он полностью здоров медики просто не могли в это поверить я думаю что моя точка зрения это Господь дает людям шанс перед самым моментом критическим вот в эти вот последние мгновения жизни когда вот он решается умрешь ты или останешься в живых он как бы дает еще один шанс я думаю что если люди умудряются посмотреть по сторонам подумать обо всем то что им мешает в эти секунды просто покаяться покаяться это как вот головня из огня да но он придет в жизнь вечную и он примет это спасение даже в эти секунды и поэтому я думаю что Бог дает этот шанс он показывает что вот я вас настолько люблю что вот вам пожалуйста последнее ваше мгновение жизни и что вы примете решение как вы как вы воспользуетесь этим моментом поэтому ну я думаю что это именно сверхъестественный момент это сто процентов не физика человека не физиологические какие-то способности мозга может быть это вот что-то вот такое вот извне оно приходит ты это видишь ты это понимаешь тебе это спасает жизнь по мнению Алексея человек не может управлять временем все решения за нас принимают высшие силы только они могут растянуть время дав человеку еще один шанс либо наоборот сократить его дни на земле однако психолог Софья Сулим утверждает что есть технология замедления или ускорения времени по желанию она может объяснить это на собственном примере однажды в 10 утра у нее была запланирована важная деловая встреча настолько важная что в случае опоздания Софья была готова от стыда провалиться сквозь землю поездка на метро до условленного места занимала 40 минут и не минуты меньше входя в метро за 20 минут до встречи Софья с ужасом понимала что вовремя она никак не приедет я понимала что я уже при большом даже желании ну может быть если метро будет ехать очень быстро я буду бежать практически ну может быть на 10 минут могу задержаться ну не прийти вовремя и я настолько хотела попасть вовремя я смотрела на часы беспрерывно и мне казалось удивительно но мне казалось что часы мои ну практически остановились всю поездку на метро Софья не сводила глаз с циферблата своих часов и время для нее будто остановилось единственное о чем она думала это как оказаться в 10-0-0 в условленном месте умственное напряжение было столь велико что психолог ничего не видела и не слышала вокруг со стороны может быть можно было подумать что ну я в неком знаете оцепенении то есть это сейчас я так уже себя анализирую тогда этого не осознавала но это было очень такое странное состояние невесомости какой-то как будто вокруг меня ничего нет все вокруг как-то проходит мимо Софья Сулим настолько сильно хотела успеть вовремя что даже вообразила себе эту встречу и мысленно похвалила себя за пунктуальность когда поезд приближался к нужной станции ей было страшно смотреть на часы и о чудо удивительно когда поезд остановился на моей станции я вышла я уже боялась смотреть на часы у меня было ощущение что я опаздываю я посмотрела на часы и я была очень-очень страшно удивлена потому что это было ровно 10 часов но как же можно объяснить такие метаморфозы со временем у Софьи есть своя версия произошедшего мое субъективное ощущение времени оно естественно стало очень сильно отличаться от того что было вокруг и я находилась одновременно в двух временных континуумах то есть одно время линейное где все а другое время лично мое где происходят мои события где как я говорила что одновременно может существовать и прошлое и настоящее и будущее по мнению психолога течение личного времени меняет некий механизм в мозгу известен даже ряд особых психологических практик человек создает яркий эмоциональный образ например линию дороги и линию времени в пути и мысленно сжимает дорогу и растягивает время может показаться фантастикой но это работает как предполагают ученые секрет управления временем заложен в подсознании все дело в умении его пробудить мы погружаемся в некий процесс в новое измененное состояние сознания то есть трансперсональное трансовое состояние неважно с чем оно связано то есть объективное ощущение времени неизбежно меняется оно изжимается и растягивается и опорной точкой здесь являются лишь внутренние образы которые появляются за счет внутреннего состояния эмоционального возможно у Брюса Голдберга есть объяснение всем этим феноменам доктор медицины и гипнотерапевт более 40 лет погружает своих пациентов в состояние регрессии и прогрессии то есть с помощью гипноза отправляет в мысленное путешествие в его прошлое или будущее даже в предыдущие жизни согласно ряду философских учений наша душа воплощается в новые тела немыслимое количество раз опыты Брюса Голдберга это косвенно подтвердили когда мы проходим через регрессию то есть путешествуем назад во времени регрессия в прошлую жизнь или проходим через прогрессию в будущее этой жизни или одной из будущих жизней на сотни лет в будущем мы делаем это посредством того что мы просматриваем своим разумом хроники о каши это что-то вроде карты всех своих прошлых и будущих жизней доступ к которым мы получаем используя гипноз только ли у тебя это в голове да но ты действительно читаешь хроники как показала практика проверить информацию о прошлом воплощении реально одна из пациенток Брюса Голдберга под гипнозом указала что была убита в Нью-Йорке в 1927 году в возрасте 32 лет журналисты изучили местные архивы и узнали из старых газет что подобный случай действительно имел место но отдельные детали согласно данным прессы не совпадали пациентка сказала что ей было 32 года когда ее убили а имя ее сына было Клифф в газетах найденных архивах говорится что ей было 30 в это время а сына звали Честер тогда я сказал что хочу увидеть свидетельство о рождении так мы узнали что женщина родилась в 1895 году и ей было 32 года на момент смерти а сына звали Клиффорд Че Доус Че скорее всего значит Честер все его звали Клифф то есть моя пациентка оказалась права а газетные репортажи были ошибочны если бы она просто рассказала об этом прочитав выдержки из газет она бы никогда не узнала бы таких подробностей древние мистические учения гласят что человек состоит из духа и множество душ которые воплощены одновременно в параллельных мирах так в египетской философии дух называется Ка а души Ба открыв доступ к своему подсознанию или духу Ка или истинному Я каждый может просмотреть свои прошлые будущие или параллельные воплощения утверждается также что раньше были инструменты для путешествия по мирам своего личного времени это пирамиды и храма вот так жрецы и фараоны узнавали будущее будучи идеально сонастроенными друг с другом в определенный момент времени в определенном состоянии человек может подключившись к самому себе считать информацию или как бы передать самому себе информацию о том что с ним будет там через год или как сложатся взаимоотношения его с каким-то человеком надо уметь только слушать это именно то что Брюс Голдберг делает с помощью гипноза он вспоминает яркий пример одна его пациентка перед поступлением в университет собиралась в путешествие по Европе однако передумала после сеанса прогрессии как оказалось это решение спасло ей жизнь она вышла из тела в один из сеансов прогрессии чтобы посмотреть каким будет ее путешествие в Париж она увидела как взлетает на самолете из аэропорта Кеннеди затем самолет падает все умирают включая ее я тогда сказал ей почему бы тебе просто не изменить планы на перелет и перенести поездку это было в конце июня 1996 года я не слышал о ней до конца августа потом она позвонила мне и сказала что когда собиралась в Париж то должна была лететь на самолете ТВА-800 он взлетел из аэропорта Кеннеди в июле 96-го и сразу упал никто из пассажиров и команда не выжил она могла оказаться среди них но в последний момент отменила поездку вот пример того как футуристические события могут быть задокументированы согласно ряду теорий люди путешествовали во времени всегда менялась лишь форма таких путешествий это можно сделать мысленно или физически но речь идет не о вызывании забытых воспоминаний оказывается можно мысленно оказаться там где никогда не был или увидеть то чего еще не существует практически возможно и то и другое и в физическом теле и в виртуальном теле виртуальное тело или путешествие в виртуальном теле оно наверное в большей степени возможно сейчас даже на нашем уровне развития и именно с этим сталкиваются очень многие люди пять лет назад Лиза Хейтс проснулась ночью от того что огромное золотое существо прошло через потолок и как ей показалось вошло прямо ей в сердце по словам Лизы какой бы фантастикой ни казалось это явно не было сном я будто бы стала двумя людьми и увидела свое физическое тело которое как бы катапультировалось ногами вперед в угол моей спальни и сквозь потолок я смотрю на себя вроде как я положила мой халат на угол кровати что было довольно необычно потому что я была очень уставшая но на мне уже был мой халат и я думаю как это так а потом я поняла что я в пространстве я парю она видела что ее физическое тело лежит на кровати в то время как душа летела прямо в космос полет был ярким и красивым но не сопровождался никакими звуками будто астронавт она вышла в открытый космос и смотрела на звезды внезапно Лиза словно провалилась в одну из них как в световую воронку после чего она поняла что оказалась в другой части космоса там были сотни планет разной величины подлетев к одной из них она разглядела огромную парковку космических кораблей они все были большими и одинаковыми по форме это такие классические диски некоторые из них были ближе и внезапно появились корабли поменьше они выглядели как дельфины с плавниками я подумала это мило они были по размеру как маленькая машина и один из них потерся в мое бедро я погладила его и даже сказала привет это было невероятно мило по словам Лизы она приняла от корабля телепатическое приглашение после чего попала внутрь и пообщалась с его экипажем оказалось что внутри летательного аппарата было достаточно много места там была большая комната как только я вошла появилась женщина молодая блондинка с двумя мальчиками трех лет они смотрели на меня добрыми глазами и она жестом показывала мальчикам идти в другую комнату потом я оказалась в комнате поменьше где я сидела на скамейке а передо мной стоял красивый мужчина я подошла к нему и сказала привет а ты человек? он ответил да ты живешь на земле? он сказал я работаю на земле я спросила а куда же мы идем когда мы встретимся с инопланетянами и он показал мне дорогу что идем мы вот именно туда смотрите далее почему на каждом НЛО стоит машина времени он сказал я рад тебя видеть я ждал тебя тысячелетия где можно встретить разведчиков из других эпох его зовут Тракса и он из 36 века по словам Лизы Хейс ей совсем не хотелось встречаться с инопланетянами и это желание словно было услышано так что через мгновение она вернулась назад на землю и очнулась в своей комнате следующее путешествие Лиза носила иной характер некто назвавшийся Адамом привел ее в залитый ярким светом дом вся мебель в нем была встроенная а в центре на платформе с троном сидел человек мы подошли к этому человеку он встал я была на полу он был на платформе далее он сказал я рад тебя видеть я ждал тебя тысячелетия в ваших линейных годах он сказал это словами не телепатией потом он поднял левую руку вытянув указательный палец я подняла свою левую руку вытянув тоже указательный палец мы коснулись и я почувствовала хлынувшую через меня золотую энергию это было поразительно я почувствовала эдакий энергетический всплеск во всех клетках моего тела потом он опустил руку и я тоже как рассказывает Лиза больше никто не произнес ни слова они с Адамом развернулись и ушли он отвел ее к пространственно-временному порталу через который женщина вернулась назад вот как она описывает этот портал интересно что я попала обратно в свою кровать через тонкий слой как поверхность пузыря я увидела под собой землю и я полетела к этому пузырю вошла в него так вот я и оказалась в этом мире Лиза говорит что все эти метафизические и переживания для нее столь же реальны как и ее земная жизнь более того этот внетелесный опыт оказал влияние на ее физическое здоровье у нее заметно улучшился слух с которым были проблемы с самого детства ей не удавалось до этого даже различать слова в песнях кроме того у женщины была травма колена из-за чего ей нужно было принять решение делать операцию или перестать заниматься своим любимым спортом игрой в теннис чтобы принять решение Лиза решила обратиться к своему внутреннему я я просила помочь мне всеми способами которые соответствуют моему высшему благу в это утро я увидела красную решетку летящую в воздухе я видела это третьим глазом мои глаза были закрыты решетка вошла в мое правое колено это было почти два года назад мое колено сейчас в идеальном состоянии оно не беспокоило меня вообще с тех пор для меня это доказательство того что мы можем лечить самих себя у нас есть все что для этого нужно однако с кем же общалась Лиза Хейс раньше эти существа назвали бы ангелами сегодня мы скорее сказали бы что речь идет о пришельцах гипнотерапевт Брюс Голдберг который принял более 16 тысяч пациентов и показал им 45 тысяч их прошлых и будущих жизней подозревает что в таких случаях люди сталкиваются с путешественниками во времени впрочем согласно исследованиям врача инопланетяне это тоже хрононавты состав экипажей вот этих аппаратов он может быть одинаковый а может быть смешанный вот часто видят когда серые карлики сопровождаются другими более высокого роста существами это могут быть рептилоиды которые эксплуатируют вот эту расу серых как би-роботов по сути как своих слуг это могут быть инсектоиды с других каких-то звездных систем которые тоже временем могут перемещаться а есть люди на нас очень похожи и высокого роста 2 метра и ниже вот которые в смешанных экипажах находятся вместе вот с этими серыми большеголовыми карликами доктор пришел к выводу что все существа реальность более того они давно орудуют на земле похищая людей это разные виды путешественников во времени это серые классические пришельцы из фильмов как те которых люди видят в этом веке у них большие глаза лбы они ростом от 100 до 130 сантиметров они могут быть также белыми или синими они только серыми они занимаются наиболее низкими уровнями похищений используют более простые техники они низший элемент сообщества путешественников во времени их начальники называются гибридами они похожи на людей они выше ростом около 170 сантиметров у них бронзового цвета кожа похожая на загорелую они выглядят почти как люди только у них немного фасеточные глаза и лоб немного необычный вблизи заметнее что это не человек Брюс Голдберг собрал огромное количество материалов о похищениях людей пришельцами по мнению исследователя это происходило на протяжении сотен тысяч лет и продолжается сегодня обычно косвенными признаками похищений являются кровь из носа шрамы на голове иногда импланты многие думают что похищенные это психически нестабильные люди однако по мнению доктора Голдберга это не так они такие же как все просто им не повезло большинство из похищений были проведены современными внеземными существами но мои исследования перемещений во времени показывают что некоторые похищения а это от 12 до 15 процентов проводились существами из будущего некоторые из которых внеземные независимо от Брюса Голдберга российские исследователи аномальных явлений пришли к похожим выводам здесь появляются на земле цивилизации и из других звездных систем вообще и они тоже используют хрономашины для перемещения из одного измерения в другое и с этой точки зрения мы уже не можем назвать их в буквальном смысле путешественниками что ли из будущего сюда нет это параллельно существующая цивилизация находящаяся например в другой солнечной системе в нашей же галактике но находящаяся на том же вот уровне временном отрезке что и мы сейчас в той же самой временной плоскости например скажем что и мы сейчас выкладки доктора Голдберга могут показаться чистой фантастикой однако он утверждает что все эти сведения люди сообщили ему под гипнозом а в этом состоянии как известно невозможно лгать более того врач смог убедиться что это не пустые фантазии на личном опыте он утверждает что сам видел путешественников во времени первый из путешественников во времени которого я встретил его зовут Тракса и он из 36 века он выглядит будто ему 22 года я зову его серфером из Малибу но на самом деле ему 75 лет его рост порядка двух метров он ходит в белой тоге европейская внешность голубые глаза светлые волосы это типичный путешественник во времени или хрононавт который является главой команды Брюс Голдберг контактировал с несколькими путешественниками во времени по его мнению есть существа которые реально ведут опыты над людьми с целью выведения новой расы подобные рассказы известны не только в США на постсоветском пространстве эксперты также сталкивались с шокирующими откровениями пострадавших в будущем человечество столкнется с очень серьезными проблемами прежде всего в плане генетики в плане репродукции воспроизводства потомства и своих предков и вот это прошлое которое для нас настоящее они будут использовать для получения нужных им ресурсов то есть по сути эксплуатируя свои ветви времени вот те которые были раньше в том числе вплоть до того что даже своих предков могут похищать там отбирать образцы генетические и использовать их у себя для размножения для улучшения генофонда смотрите далее что изобретут после машины времени и машина конвертирует твои мысли в реальный куриный сэндвич как продлить отмеренный срок жизни назвали одну и ту же дату моей смерти однако по статистике доктора Голдберга большинство хрононавтов исполнено благих намерений по отношению к нам хотя они тоже входят в контакт или похищают людей все дело в том что они помогают нам как своим предкам ведь их будущее во многом зависит от нас одна моя пациентка общалась с хрононавтом он показал он показал ей голограммы всех ее прошлых жизней там все было негативно и он выглядел расстроенно она спросила почему он так эмоционально ко всему относится и он сказал ей что он ее пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внук им можно влиять на свою генетическую семью в итоге общение с ним она справилась со своей депрессией и компульсивным обжорством более того он сказал что в ближайшем будущем ты встретишь человека с рыжими волосами который будет ехать на белом корвете обрати внимание на него это очень важно история закончилась тем что она встретила этого человека вышла за него замуж и родила от него ребенка по словам доктора Голдберга команду путешественников из будущего легко отличить от инопланетян обычно они и не скрывают откуда прибыли кроме того у них есть узнаваемая форма очень часто путешественники во времени носят комбинезоны у них будет треугольная эмблема которая обычно находится вот здесь или на их кораблях треугольные формы всегда символизируют будущее сегодняшние внеземные существа не имеют треугольников на их форме или кораблях у путешественников всегда есть так что если видишь такой дизайн можно быть уверенным что это футуристический путешественник во времени согласно исследованиям Брюса Голдберга путешествия во времени изобретут примерно через тысячу лет поначалу это будут дисковидные корабли которые многие и сейчас наблюдают но затем технологии будут усовершенствованы примерно в 3050 году чуть больше чем через тысячу лет путешествия во времени будут открыты человеком по имени Татос они достигают путешествий во времени создав нечто под названием линейный ускоритель червоточин это машина которая позволяет управлять созданием червоточин и пользоваться ими чтобы путешествовать назад во времени используя ментальность черных дыр так это луч это очень неэффективный способ путешествий во времени они могут делать это но каждый раз они оставляют дыру в пространстве и времени поэтому у нас есть проблемы с погодой и другие проблемы во всем видят глобальное потепление но на самом деле это путешествие во времени 35 веку луч перестает использоваться и они получают возможность телепортироваться во времени по словам доктора Голдберга для телепортации будет использоваться небольшой прибор наподобие транзисторного радио на поясе с его помощью люди смогут перемещаться во времени без корабля сегодня мы наблюдаем путешественников во времени из разных веков Брюс Голдберг уверен что древние люди получили все свои знания от хрононавтов именно их древние люди называли богами я работал с путешественниками во времени с 31 по 50 век пример первая команда путешественников во времени была собрана Таотосом он был великим человеком своего времени он разработал путешествие во времени и двинулся назад во времени с командой кто же был в этой команде их звали Нехеб Исида Осирис и Гор они переместились в древний Египет и если вы знаете историю то это боги древнего Египта Таотос был Тотом великим богом так что наша история была создана путешественниками во времени они дали нам все все наши технологии если посмотреть на Египет у них были медицинские школы в 4000 году до нашей эры у них было 35 профессий когда все остальные жили в пещерах и ели бананы доктор Голдберг утверждает что мысленно побывал в 35 веке там ему сообщили интересные сведения о будущем человечества и технологиях которые войдут в обиход к тому времени 35 век будет меккой технологией он будет величайшим веком технологического и духовного развития например появится парк развлечений который будет называться мир Таотоса посвященный изначальному Таотосу изобретателю путешествий во времени он находится примерно в километре над землей вокруг него есть силовое поле чтобы нельзя было упасть когда ты оказываешься там ты не попадаешь на аттракционы а имеешь возможность отправиться назад во времени в любой век еще есть устройство которое я называю разумная машина ты думаешь о сэндвиче выпускаешь свои мысли и машина конвертирует твои мысли в реальный куриный сэндвич среди других необычных технологий о которых доктор Голдберг узнал во время сеансов прогрессий это устройство под названием альфа-сингуляриум оно выглядит как стол на котором можно лежать этот аппарат пропускает через тело определенные виды энергии они стимулируют иммунную систему и это позволяет жить дольше до 500 900 лет есть еще что-то похожее на голографическую комнату в Стартреке часть твоего дома в которой может быть все что ты хочешь тебе не нужно оказываться где-то чтобы устроить себе отпуск ты можешь программировать любые объекты если у тебя маленькая квартира то ты можешь хранить очень большие объекты уменьшая их невероятная технология люди работают примерно 20 часов в неделю остальное время они делают что хотят люди выше более худые нет проблем с лишним весом нет войн очень интересное будущее по словам Голдберга он также собирал подобную информацию о будущем от своих пациентов он заметил что разные люди описывают многие вещи одинаковые по мнению Брюса это говорит в пользу реальности таких видений на каждого из нас влияет не только внутреннее личное время человек хочет он этого или нет живет в ритме своей планеты и всех окружающих небесных тел как же воздействуют на нас эти космические ритмы Сергей Попов психолог и писатель три года назад ему чудом удалось избежать собственной смерти за несколько лет до того два разных человека предсказали ему конец жизненного пути один из предсказателей был астрологом другой хероман эти люди не знавшие друг друга это было в разных городах там в Москве и по-моему в Кемерово вот назвали одну и ту же дату моей смерти то есть я не делал ни третьего предсказания ни пятого делал два раза и два раза была названа одна и та же дата ну дата может быть это очень так сказать конкретно ну возраст возраст которым так сказать должна закончиться земная жизнь возраст этот был 53 года с начала Сергей не особенно серьезно отнесся к этим прогнозам вспомнил их лишь тогда когда стал приближаться час икс из-за мрачного предсказания Сергей был достаточно внимателен во всем что касается собственной безопасности но год 53-летия проходил спокойно скоро Сергею должно было исполниться 54 он уже почти ликовал как вдруг за трое суток до дня рождения увидел по телевизору репортаж который заставил его содрогнуться значит рассказывают о том как убивают в частных такси что значит обычно это какая-то или шестерка там или семерка или пятерка ну жигули понятно да с тонированными стеклами очень старая где значит на переднем сидении сидит водитель кавказской национальности а на заднем сидении лежит второй человек который потом значит накидывает удавку сзади и так сказать кончает пассажир неожиданно для себя Сергей почему-то запомнил этот репортаж чуть ли не дословно по его словам было ощущение что эта информация ему понадобится почему-то вот это я с удовольствием не могу сказать с удовольствием почему-то вот я абсолютно безэмоционально просмотрел от начала до конца просто как инструкцию которая должна была воплотиться как говорится уже в событийный ряд смотрите далее как звучит голос судьбы он не имеет интонации он идет просто как команда какие периоды жизни для человека опаснее всего мы сбрасываем старую энергетику и готовимся войти в новый цикл вечером накануне дня рождения Сергей Попов сидел у себя дома думая что все позади он ляжет спать проснется и все опасность миновала но что-то не давало ему покоя и когда ему позвонили он понял началось наступает состояние что вот ты сейчас должен встать вот из теплого так сказать дома выйти и отвести рукопись своему наборщику рукопись вести на другой конец Москвы причем туда до наборщика от метро ты едешь маршруткой а обратно маршрутка идет вот по другому маршруту она не проходит вот нельзя уехать обратно маршруткой можно уехать только частным извозчиком то есть частным таксистом и вот знаете вот как это у Шекспира это голос моей судьбы и он мне словно льву натягивает мышцы тетевой Сергей Попов как психолог проводит тренинги для бизнесменов на повышение интуиции цель упражнений в том чтобы научиться замедлять время только после этого по мнению Сергея можно услышать голос своей интуиции а чтобы остановить время нужно сначала научиться быть безразличным к своей судьбе часто это идет так что не пугайтесь пожалуйста как медитация на собственную смерть вот я как будто я вот умер но мне просто интересно а вообще вот вот если бы я был живым сбылось бы вот это или не сбылось и вот тут время останавливается и вот в этом остановленном времени ты задаешь себе вопрос допустим подписывать мне вот этот вот договор с этим человеком или не подписывать и дальше в этом остановленном времени ты начинаешь чувствовать так мы это называем тестовый ответ то есть там есть понятие внутреннего ощущения которое всегда означает да и которое всегда означает нет Сергей не догадывался что однажды ему самому придется быть безразличным к себе в тот роковой вечер канон 54-летия Сергей Попов подчинился обстоятельством и вышел из дома он вдруг отчетливо понял что настал момент который был неотвратим отдав рукопись наборщику и выйдя на дорогу он увидел нелегальное такси точно такое как описывали в криминальном репортаже который он запомнил по воспоминаниям Сергея его потянуло к машине как магнитом и он просто подчинился этой непонятной силе ты открываешь дверь тут же конечно вспоминаешь про то что ты видел по телевизору там сидит за рулем лицо кавказской национальности ты смотришь на заднее сидение там лежит второе лицо той же национальности ты спрашиваешь застольник на метро довезешь он говорит конечно дорогой довезу ты садишься и вот здесь с этого момента когда ты закрываешь дверь вот время начинает идти по другому то есть ты понимаешь что вот оно вот это вот пришло то что называется ну какая-то судьбинская запись которую ты должен осуществить через которую ты должен пройти то есть ты не подвластен абсолютно каким-то своим желанием или чему-то ну ты едешь я прекрасно знаю как ехать я там к этому наборщику езжу там по два раза в неделю ты видишь что они сворачиваются этой дороги ты знаешь куда они сворачивают машина съехала с дороги и направилась к гаражам в безлюдное место с этого момента все происходило как в замедленной съемке время словно остановилось в голове мысленно один за другим прокручивались варианты спасения Сергей спокойно задавал себе вопросы получал ответы и наконец решил действовать казалось бы скорость маленькая машина так говорится ну шестерка она же можно рукой открыть то есть спокойно выскочить ты проигрываешь мысль медленно все медленно так проскакивает вот этот вариант спасения и у тебя вот на уровне вот как внутреннего ответа идет что нет ты это как ты опять же медленно в таком замедленном состоянии себя спрашиваешь а что отец это говорит а иди вперед иди навстречу и прямо вот эти слова как сами дальше начинают литься ты им говоришь мужики ну что может быть здесь меня убьем от неожиданности вопроса водитель резко затормозил с заднего сидения поднялся пассажир с веревкой в руках и вопросом ты кто Сергей быстро ответил что он русский далее по его воспоминаниям начался абсурдный диалог который длился не больше двух минут но ему он казался вечностью если ты русский то тогда ты должен знать когда в каком году было крещение Руси двух бандитов услышат такой вопрос в такой ситуации я честно говорю я хорошо знаю историю я знаю когда было крещение Руси но тебе знаете как специально что-то просто как память стирает я говорю знаете ребят я говорю русский я не могу вспомнить когда было крещение Руси и вот дальше такое ощущение что все парни сейчас сделают свое дело но в этом замедленном времени Сергей вновь успел спросить у себя подсказку и получил ее главное продолжать диалог не останавливаясь он уверенно заявил что зато знает когда была Куликовская битва не устраивает этот вариант тогда он знает кое-что еще хорошо вы не знаете что такое Куликовская битва но вы знаете как зовут а и первое что приходит в голову из Кавказа патриарха Армения он говорит знаю я знаю его зовут Вазгем первый они говорят а вот это правильно а вот это правильно дальше смотрю он заводит машину едем мы спокойно дальше доводит станем меня до метро и говорит знаешь мы вот таких русских мы убивать не будем но только дай нам честное слово что ты обязательно узнаешь когда было крещение Руси выскочив из машины Сергей какое-то время стоял как вкопанный до конца он осознал что произошло только дома по его мнению его спасла интуиция или внутренний голос который скорее всего принадлежит тем кто ведет нас по нашему жизненному пути кто это наши далекие потомки или те с далеких звезд кто присматривает за нами вот я просто несколько раз опять же в экстремальной ситуации сталкивался буквально с текстом потому что здесь на самом деле идет ну знаете вот как рассказывают про общение вот с НЛО например что тебе откуда-то идет текст откуда-то идет текст он не имеет интонации он идет просто как команда но почему же в истории Сергея Попова был так важен именно день рождения смотрите далее почему на нас влияют космические ритмы мы и волновые приемники и волновые передатчики как прожить успешную и длинную жизнь когда у тебя есть знания у тебя появляется эта внутренняя сила по словам астролога Александра Зараева все люди подвержены биоритмам дневным месячным годовым чтобы понять как работает например годовой ритм достаточно изучить статистику смертности оказывается 70% людей умирают незадолго до или вскоре после дня рождения это связано с тем что в этот период организм перезагружается и человек очень слаб вот эта память она заложена в подсознании когда мы проходим круг и солнце попадает в тот же градус и в те же минуты которых оно было энное количество лет назад происходит перезагрузка то есть примерно как змея сбрасывает кожу или рак сбрасывает панцирь мы сбрасываем старую энергетику и готовимся войти в новый цикл набираем новую энергетику историк и психолог Марина Крымова объясняет близость дат смерти и рождения тем что у человека сохраняется память о своем состоянии при рождении и каждый раз когда планеты встают таким же образом он вновь переживает его давайте вспомним просто ребенок в утробе мамы незадолго до дня рождения начинает переворачиваться это затрачивает колоссальное количество энергии и он уже переворачивается к выходу то есть к узкому месту для рождения после рождения ребенок еще слаб почему потому что среда он переместился из влажной среды в среду воздушную и все адаптивные процессы срочно включились тоже колоссальные затраты энергии энергия которая потребляется организмом перед рождением и после рождения запечатлевается в ритме в памяти в записи информационной и каждый год мы испытываем то же самое незадолго до рождения человек становится тревожен невротичен вспыльчив соответственно опасные процессы его неадекватных реакций дают свои всходы негативные и сразу после дня рождения человек переутомлен подавлен невнимателен ну и собственно вот они фатальные случаи которые происходят до или после дня рождения на нас влияет не только наше личное время или линия судьбы по мнению Марины Крымовой очень важно как стоят планеты при рождении человека считается что небесные тела создают фотонные потоки влияние которых человек не может не ощущать это все фотонные потоки фотонные потоки создают транзитные потоки то есть в пространстве появляются аномалии транзитных передач попадая в такой транзитный поток человеческая единица вольно или невольно меняется и зачатие более важно то есть не время рождения а все таки время зачатия тут скорее всего не время зачатия а состояние зачатия состояние планеты магнитное состояние то есть импульсное опять же ритмическое состояние планеты солнечное состояние потому что солнце это потоки плазмы проникающие в наше пространство состояние ближайших звездных тел как то луна точка на орбите нашей планеты угол наклон все это создает определенные частоты волны которые в свою очередь влияли на родителей а человек это тоже волновой инструмент мы и волновые приемники и волновые передатчики в результате волновая передача на геном новорожденного существа в момент оплодотворения то есть в момент зачатия однозначно произойдет в астрологии поистине роковой считается планета Сатурн и ее циклы в греческой мифологии бога Сатурна назвали хронос повелитель и пожиратель времени Сатурнианский год составляет 29,5 лет а до того как произошла катастрофа и у него появились кольца длился 32 года именно этими периодами принято отмерять жизненные вехи человека но это не просто мистическое и виртуальное влияние оно оказывает вполне физическое воздействие это было доказано еще в конце 70-х годов благодаря космическим аппаратам Вояджер которые зафиксировали поток частиц идущий от колец Сатурна скорость вращения частиц с которых они состоят достигает порядка 30 км в секунду то есть это третья космическая скорость при таком вращении значит окислы азота захватываются этими кольцами и по спирали как мы говорили раскручиваются как в синхрофазотроне и вылетают за пределы Сатурна значит когда один из аппаратов проходил как раз через эту плоскость он как бы серпом режет пространство вот этими потоками во все стороны то есть он прям как волчок вращается и значит это пространство заряжает вот этими частицами которые сильно заряжены как после синхрофазотрона когда через эту плоскость проходил один из аппаратов у него значит выключилась аппаратура раз в 30 лет наша планета попадает под сильное воздействие потока частиц от колец Сатурна странное совпадение но по статистике каждые 30 лет возникает повышенная смертность падеж скота происходят войны и революции таковы многолетние наблюдения которые велись с древности и позволили создать некую систему знаний об опасных периодах когда у тебя есть знания у тебя появляется внутренняя сила знания сила и принцип кто предупрежден тот вооружен он начинает включаться и тогда таким образом ты можешь изменить свою судьбу потому что иначе без информации часто человек идет как бы зашоренный по течению а вот когда у него есть возможность узнать что-то наперед или по крайней мере понять что впереди могут быть резкие повороты он тогда собирается и может проскочить между этой сциллой и харибдой и найти тот самый может быть шанс из тысячи который ему спасет жизнь каждое существо от бактерии до человека подчиняется законам времени раньше мы думали что они нерушимы хотя сегодня наука все ближе к мысли что временем можно управлять если мы будем больше знать о нем то сможем жить в ритме вселенной в ногу со временем и не станем терять ни секунды то забыть лимон что вы хотите Продолжение следует...